Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я приготовил для вас два блока, два презентационных блока Первый это я вам наверное сначала расскажу о наших карпатских пчелах Потому что очень много сейчас возникает таких как бы недоразумений И разную информацию мы встречаем и в интернете, и в общении людей о карпатских пчелах Противоречивые такие высказывания, они говорят, они роятся, другие рассказывают, что они кусаются Третьи вообще от них захватишь, что они такие хорошие Но что вы могли себе определить, действительно какая же пчела у нас на Закарпатье И что такое украинская карпатская популяция пчел Почему мы начали этим заниматься, потому что у нас несколько было встреч с немецкими и австрийскими селекционерами И они нас также убедили в этом, что лучшая чем местная популяция пчел, отселекционированная, быть не может Просто в природе она не может быть Ситуация с нашими пчелами стала такой, какая она есть Из-за того, что 25 лет в Украине никто практически селекцией не занимался У нас были созданы типы пчел И селекция велась по типу бому разведения То есть в массивах собирались пчелы лучшие, лучшие, лучшие И в основном работа ввелась на том, чтобы отбраковать худшие Понимаете? А лаборанты проходили, смотрели пасики научные Отбирали худшие, а все остальное считалось, что оно хорошее В Европе по-другому немножко так все велось Но немножко принципиально так же велось, как у нас в Советском Союзе еще Создавались массивы, линии, отбирались лучшие Отбирались папки-лучшательницы И отдельно велась селекция папы По материнской линии и по отцовской линии Но внутри чистоты породы Мы вернулись к тому же, что Межпородная метизация Она дает не только временный гетерозисный эффект Она, как бы, на следующий Мне приходится с польского на украинский, с украинского на русский Поэтому я немножко буду вам так медленнее рассказывать Значит, очень популярно было в советские времена Если вы помните, старшие пчеловоды Ну тут мало таких есть уже У нас было постановление Совета Союза Советских Республик О том аметизации пчел И к нам массово начали завозить кавказский пчел И на наших пасеках появились Межпородные гибриды Они в первом году давали очень хорошие показатели Они хорошо носили мед Они хорошо собирали все, что было Рассказывали, что она работает на клевере Кавказянка, которая смешалась с местной пчелой Эти пчелы были очень хорошие Но через 2-3 года это все начинало показывать На что оно хорошее Оно хорошее только в первом поколении Он написал вам, что межпородная метизация Она дает только временный эффект Она не может давать это много поколений Первое, второе, потом еще работать третьим уже этого лета Вместо этого была принята межлинейная гибридизация Это гибридизация между линиями Ассоекционированными линиями одной породы Одной породы Такая межлинейная гибридизация Она способствует сохранению в поколениях Вот этих вот пчел, которые вы получили внутри породы То есть внутри породы не происходит расщепление Не проявляются доминантные и рецессивные особенности пчел Которые заложены им природой Все мы стараемся работать с пчелами, которые медоносные Которые хорошо носят мед Которые не жалят Которые разрешают работать без рукавиц Вот таких нарукавников Но по сути пчела должна же охранять свое гнездо Она должна быть злобливой Но в процессе селекции человек так отработал Что она не стала такой злой и недоброй Как мелифера Мелифера, допустим, дикая лесная пчела Так, пойдем дальше У нас основная популяция Это карпатская пчела Тут кто-то спрашивает Что такое карпатская пчела Ну, известно Уже доказано И на современном уровне генетических исследований Что карпатская популяция пчел Это отдельный экотип большой породы карники Карника, она изучена И основные четыре самых больших таких экотипа Это альбийская, карпатская, банатская и македонская карники Это одна порода О чем это говорит? Что можно работать с этими четырьмя типами Получая между ними кроссы Целенаправленно это надо делать Потому что они в одной породе Это межлинейные В этих экотипах можно селекционировать линии Которые будут в той или иной местности Показывать лучший результат Мы занимаемся карпатской популяцией Карпатская популяция Исторически много там написано В то же время собирать вас не буду Они знали давно Василий Хайтар Он как бы наш фавори Он у нас Он очень известный селекционер Который всю свою жизнь посвятил изучению И улучшению этих пчел Создал в свое время очень хороший Были у нас много разных линий 62-я, 69-я, 162-я Но с развалом Союза эти линии потерялись Мы потерялись, потому что пропали племсовхозы Пропали базовые наши пасеки Которые были в межсоцерственных лесхозах В основном там базировалось много пасек В Карпатах каждый лесхоз, каждый директор лесхоза Такой барин местный У него конечно были пасеки На этих пасеках были нормальные, хорошие аберригенные пчелы С которыми работала наша наука в это время И вот с этих пасек и были созданы многие группы 62-я, 69-я, 72-я, 78-я, 77-я Вот за 77-ю можно говорить дальше Значит, когда развалилась система селекции по линиям Были созданы, была использована у нас Также теория проезжей Лен-Лоу Которые говорили, что если собрать лучших пчел в одно место, допустим Они будут там жить И они будут между собой скрещиваться Хуже будут умирать, а лучше будут выживать Ну это в двух словах я так объяснил вам Значит, эту теорию у Василия Анатольевича Когда взял на вооружение и доработал Доработал на наших местных популяциях карпатских пчел И у нас появилась такая пасека в Учков Куда были собраны лучшие родоначальницы Еще с тех линий, которые у нас были в советские времена И действительно, первые, наверное, 10 лет В Учковская пасека отгремела на весь советский союз У нас нет взятков, хороших, мощных взятков в Закарпатии Там лес и очень... Пчелы должны очень быстренько развиваться Взять то, что в лесу начинает свистеть Потом летом уже, ну, нет, нечего нести Но... Но у нас эти пчелы начали пользоваться популярностью Из-за того, что они очень хорошо себя показали в России В Казахстане Они приехали туда И оттуда начали приходить запросы на отводки на пчел И Вучковская группа, она показывала очень ранний старт Очень хорошее развитие Были семьи, у которых матки откладывали 3,5-4,5 тысячи яиц Масса такая была Было по 12-14 грамм окрытого расплода Но, и когда мы начали работать на пакеты Потому что десятки тысяч пакетов надо было продавать Как бы опыт, предложение И в это время, когда все время надо было продавать пакеты и маток Отбирались тем, тот материал, который давал много пчелы Но никто уже не обращал внимания на мед Которого у нас и так нет А когда много пчелы, она приезжает, допустим, в Томскую область Ее там в Тайму куда-то закидывали Пчелы много Они там как-то быстренько раз-раз-раз И вот еще такой феномен был Они меняли сразу маток Вот приехали они туда Через две недели масса заменят Они сами себе меняют маток То есть средовощи по-русски Ну место обитания, куда его их привозили Среда Среда, в которую они попадали Для них была нетиповая И они как-то, пчела старалась пристроиться Адаптироваться к этому месту Они выводились в маток И эти матки должны были облететься на местном трубке Это природа Понимаете, природа сама подумала Как сделать эту адаптацию И эти пчелы прекрасно там работали Но я считаю Это мое мнение Что это привело к качественным показателям Той 77-й, что у нас была Которая была заточена под слабые взятки Они не давали так Но группа 77-я Она прекрасно носила мед Она была абсолютно белоснежная печатка меда Она очень рано развивалась Но она не давала столько расплода Чтобы можно было продавать пакеты И помликну ее потерять Но зато пошли хорошие пакетные пчелы Хорошо продавались пакеты И вышло так, что наши пчелы работают хорошо на пакеты А мед они уже у нас не несли И у нас даже такой появился анекдот Что в Закарпатии мед из бедона Потому что кормить надо было Она, если до двух килограмм появлялась Если взяток появлялся Хороший взяток Конечно, эти пчелы приносили мед И они сейчас носят Но в последнее время уже там отработана Немножко другая популяция В той же внутренней популяции карманской И уже есть отобраны семьи Отобраны матки Которые уже начинают опять работать с медом Но я говорю вам за 80-е годы Вот когда мы продавали пакеты массово Вот тогда мы и потеряли эту местную популяцию медоносной пчелы На сегодняшний день Работает у нас 4 типа пчел Которые опять мы сейчас начали возобновлять Селекцию, полилинейную селекцию И отбираем также лучших родоначальниц От них создаем группы сестер И между этими типами мы теперь делаем межлинейные окросы У нас есть Вучковский, Синевир, Гаверло и Раковский В настоящее время Есть 4 типа Это 4 типа одной породы Порода, которая так и называется Записка, Леферокарника, Варухриника, Карпатик Значит, все эти типы Это отдельные генологические линии Карпатской популяции пчел Они делены с разных территорий Даже Раковский, если вы увидите У него собрано 3 генологических линии Которые найдены пчелы в Раковском районе В Раковской области И с ними велась работа Степан Степанович Керрик работает с этим раковским типом И там отобраны 3 генологических линии С которыми на сегодняшний день ведется Как отбор и худший выбраковка Так и ведется улучшающий добор Гаверло И Иван Иванович Мерцин Вместе с Керком работают с Раковским А Гаверло Если кто помнит старый Калачавский тип Зло Калачава Высокая гора Более 600 метров Там была у нас племена и пасек И оттуда приходила хорошая матка Которая работала по меду Она имела все показатели карпарских пчел Она была чистопородной Но она собирала больше меда Чем все другие Ну так случилось Пасека пропала Ну так стало Так и стало у нас Но с той пасеки Калачавской В Гаверло попало несколько семей родоначальниц И дальше с Гаверло Начали работать в институте Ну, Прокоповича На национальном научном центре И не Прокоповича И отделение ведения селекции Карпатских пчел И Степан Степанович Пярик Который сам сегодня и руководитель Он занимается этой Гаверло Синевир Ну, это вообще Очень интересная группа у нас С которой работает Виктор Павлов В Синевир У него на сегодняшний день По-моему, 19 генетологических групп Работает он В многих направлениях В том числе Работает по моему направлению Медосборно Потому что Виктор сам по себе Довольно интересный человек Он Как бы У него во всех направлениях Есть занятия У него и Апитерапия У него и лечение У него и пыльца У него и мед У него и распасовка И медицинские препараты Они делают из меда И занимается селекцией Своего Синевира В этом году Я так отсказки Немножко сделаю Пойдем дальше Синевир Мы уже организовали Облетник в Горах И Виктор Пап Прав в этом Как бы Личное участие И он нам передавал Для получения новых просов Восьмую генетологическую линию Группы Синевир Очень хорошая Отцовская линия И мы на ней облетели Достаточное количество маток И дальше расскажу Которые дадут нам новое Сейчас линейное И скрещивание И новые группы Ну и Самый известный Самый раскрученный Это наш Вучкарский тип Он находится Вучкаре Тут все раскручено Правда вот Вучкарский Очень известный Вовсё В Советском Союзе бывшем Ну и Его популярность Создала ему Так же И негативный Такой Как бы Имидж Сделало Потому что Каждый второй Матковод Который У нас В Мукачеве Дает Вучкарский Тип Ну понятно Что Вучкарский Тип Это конечно Хорошо Там Вести семей Вучкова И Грася Плэнска Занимается Этим Матковод И Алла Питсман Занимается Науковым Сопроводом Но Если Человек Приехал И Детю Там Десяток Маток Это Не значит Что Он Купил Репродукционные Матки Он Приехал Купили У Вас Маток Уехали В Мукачеве И Уже Начинаем Через Какое-то Время Рекламу Мы Видим Продаю Маток Чисто Паронных Бучковского Типа Я Когда К вам Ехал Специально Посмотрел Вот Сколько Предлагает Маток Бучковского Типа Я Насчитал Тридцать Четыре Матковода Тридцать Четыре Разных Рекламы Которые Продают Маток Бучковского Типа Но Поверьте Что Даже Если Вы Сами Покупаете Маток Вы Видите Что Они Разные Для Того Чтобы Получить Репродукционную Матку Надо Два Года А Не Только Приехать Бучкова И купить Маток И Они У меня Хорошие Чистопородные И Приводные Для Репродукции При том Что Есть Очень Хорошие Матководы Практики Которые Продают Очень Хороших Маток Но В основном По Камец Мы Не Чувствуем Что Продается Чистопородная Гучковская Матка Из Бухачи У Кого Есть Чистопородная Матка Это Мы Можем Назвать По Пальцам Тех Людей Которых Мы Проверяли Этот Материал Как Мы Проверяли Я вам Тоже Покажу У нас Для Этого Есть Социальная Программа Немецкая И наша Которая Позволяет Нам Сделать Анализ Чистопородности И Степень Гибридизации Той Или Иной Чувы Той Или Иной Семьи Тут Я вам Рассказал О Гаверле Это Неж Виль По Семьи Виль Что Если Вучковский У нас Имеет Кубитальный Индекс Где-то На Уровне 2.54 То Синевир Имеет Кубитальный Индекс На Уровне 2.78 И Больше Потом Когда я Буду Селекция Рассказывать Я К этому Вернусь Чтобы Вам Объяснить В чем Тут Фишка В чем Секрет Одного Из Правда Определяющего Такого Параметра Ну Тут 2007 И 13 И 14 Ну Этот 6 7 Год Это Для Украины Тяжелые Годы Это Понятно И Финансирование Научное Нет Но Фанатизм Василя Гайдара Все-таки Отдать Ему Надо Дозно И Памятик Ему Наверное Придется Еще Один Поставить Когда-то За И Боже Да Значит Вот Он Вот Такой Холерик Он И Мерцена И Папа И Керита Меня Там Ну Надо Это Надо Еще Это Сделать Это Проверить Это И И Из-за Его Такого Характера И Пап С ним Постоянно Работает Они Отработали И Привели Как видите Было Оттопрано 26 Чистопородных Семей 16 С которых Легли В основу Синевира На Сегодняшний День Я бы Сказал Что Синевир Это Самый Подселекционированный Тип С которым Можно Продолжать Работать Значит Раховский Мерцена Ивана Ну Там Поменьше Генеологический Групп Но Если Привозить К себе На Пасеки Пчел Надо Иметь Несколько Типов Нельзя Брать Маток Одного Типа На сегодняшний День Это Моя Рекомендация В принципе Никто Никого Не может Чего-то Заставить Делать По-другому Значит Есть Еще Одна У нас Интересная Линейная Группа Карпатских Пчел Это Мы Написали Я Выписал Тип Захара Это не тип Это линейная Группа Уже Которой Займается Александр И Лилия Берцки Они Живут Отдельно У них Отдельная Басика И они Работают С Свиньей Захара Это Тоже Карпатская Популяция Высокогонных Пчел Она Чем-то Плохим Что-то Плохое Сказать Про нее Нельзя Может Только Есть У меня Такая Тем Пчелам Которые У меня Стояли В тестовом Режиме У меня На басике Они Были Как бы Они Не позволяют Делать Ошибки Они Не агрессивные Они Не нападают Но Если Ты Стукнул Если Ты Грюбнул Они Обязательно Треагируют То есть Надо Работать Не нарушая Правил Работы С пчелами Подойти С дымом Дать Немножко Дымочек И дальше Она работает Все Прекрасно Эта Вот Линия Захар Подолянка Ну Тут Я могу Рассказать Больше Потому Что Это Моя Линия Которая У нас С которой Я занимаюсь С 14 Года Уже Она Была Найдена У нас Во Львовской Области Откуда Она там Появилась Сказать Я не могу Точно Потому Что Львовская Область Была Заповедником Карпатских Пчел Еще С Советских Времен Когда У нас Была Еще Введена Пресловутое Породное Определение Реонирование 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 Породам По Стране И Львовская Область Попадала В Зону Действия Этого Закона Где Запрещалось Привозить Кавказских Пчел А у нас Была Только Карпатка И Хотели мы Или не Хотели Любых Пчел Кроме Карпатских Это Закарпатская И Львовская Область Ну и Когда Были Разнарядки Раку Кто помнит Это Район Агропромышленного Объединения Приходили Кавказские Пчелы В этой Разнарядке Не было Бродовского Района Львовской Области Где У нас Были Племенные Пасеки И Поэтому У нас Не было Такого Проблема Как Присутствие Кавказских Пчел В наших Местных Популяциях Но зато У нас Все время Была Карпатская Пчела У нас Сюда Дальше Мы Мы На Север Область И Граничим С Волыней Где Мелифера Мелифера Уже Полиска Карпатка Выдавила Полисскую Пчелу От нас Тут Дальше На север А у нас Оставались Карпатские Пчелы Которые Нам Приходили По Разнарядкам У нас Пришли 62 69 77 Это Я Еще Помню К нам Приходили Я Так Думаю Что То Что Мы Нашли Подолянку У нас На Хуторе Это Одна Из Тех Популяций Которые Когда-то Пришли Сюты К нам В Наш Область И Тут У нас Тоже Дедушки На Хуторах Они Еще Держат Пчел Они Ничего Не Покупают Они Даже И Стамески Не Покупают Если У меня Пасек Он Как Согнулся Когда-то Еще Колхоз Был Там Чего-то А Он Как С Этим Работает И Вот Мы Нашли Так У И Несколько Я Помогаю Заготаливать Пакет И Езжу И Посмотрел Интересная Семья Одна Ковайчука Я Купил Несколько Пакетов Приехал Сразу Нарезал Крылья Посмотрел Смотрю Чистопородная Карпатка Ну Интересно Поставил Ее Это Уже Было Начало Июня Она Прекрасно Поняла Сразу От нее Сделал Несколько Сестер Думаю Посмотрю Что она Будет Может Что-то Интересное Она Перезимовала Весной Они Первые Начали Развиваться Опять Я Взял От них Материал Мы Проверили Ну Передает Свои Особенности Оттуда Мы Начали Работать С Этой Пятнадцатой Семьей 38 15 20 14 Подолянка И Внутрешне Линейно Мы Начали Ее Размножать По Материнской Виде Так Как У меня На Басике Достаточно Карники Она Пришлось Только Инструментально Делать Эмбредные Кроссы Чтобы Ее Сберечь Ну Вот То Что Я Могу Сказать Что Спокойно Работает Сума Кировоградщина Туда Я им Отправлял Уже Репутационных Маток От нее Ну Люди Довольны Работает Металка 247 У нее Характер Спокойный Нету Такого Раи Если В лежаках Плохо Ей работает Она Развивает Силу И Если Обрывается Взяток Она Начинает Закладывать Маточники Раевые Легко Выходит Сыроевого Состояния Но Работает На всех Типах Взяток Так Что Обыкновенно Вот Ее характер Яйцекладки Видите Она Всегда Старается Держать Гнездо Это Нижний Корпус Гнездовый Корпус Она Медом Верх Заполняет Тогда Старается Держать Гнездо Если Нету Места Она Перестает Работать Просто Сидят Все Работают Она Сидит Нету Места Вот Примерно Так Контрабанда Подолянка Спокойно Быстро Старкует Лесной Высокие Яйцекладки Трежие С половиной Тысячи Яиц Нету Яйцекладки Ужасные Монмальные Хорошо Держит Гигиену Дунов Всегда Чисто Ничего Там Нет Но Лучше Работает Улья Вертикального Типа Лежака Я ее Не рекомендовал Никому Были Служили В Украине Рассказывают Украинская Степная Сейчас Я Иду Значит Лежака Я отправлял Партию Маток Одному Знакомому Измаилу Он Старший Дядь У него Межака Все С наставками С шестнадцати Наставка Он Звонит Мне Где-то Уже Июля Месяца И говорит Иван Михайлович Что это за пчелы Они ничего Не летают Я говорю Что они Не летают Да не знаю Не летают А там Место Хоть есть А у него Пацанов Я сейчас Пойду Посмотрю Уже Злой Пошел Через час Мне звонит Михайлович Они все Залили медом И гнезд Нет Ну извините Я виноват Надо было Вовремя Отобрать Фенотип Они имеют Вот такие Желтокаштановые Полоски Они не черные Это кучковская Не черные Они более каштановые Такого Тетрового окраса Даже Некоторые матки Мы стараемся Их выбраковать Чтобы Люди не теряли Что у них там Гибриды Они не гибриды Так Вот Это Она так выглядит Это Сама материнка Это Ее дочь Есть еще одна группа Галычанка Это у нас есть Интересный Пчеловод Додя Больш Он занимается Инструменталкой У него много Пчел Было Карпатского Типа И Лучшие Которые У них Были У него Были Он отобрал Сделал Инструментальное Осипнение И вот Эта группа Галычанка Показала Очень хорошую Медовитость Плодовитость И хорошо Зимовало Но Что-то Нам не понравилось Что она Ну как бы Все у нее было Хорошо Ассистентские группы Которые Тестировались Если я Обрывался Взято Она Строила Вот эти Мостики Между рамками Знаете Это Многим не нравится Потому что Как бывает Вытаскивать Оно там Разрывает Это единственный Недостаток Это Недостаток Недостаток Вот ее Характер Характер Ее Сематки Это Навзянки Видите У нее Всегда Тут Есть кусочек Меда И вверх Она так же Месет Если Мои Вы видели Она Такого Образная Такая Не сдавая Ну Это Для пчеловодов Не важно Это Для Селекционеров Более Вот Тут Меде Телефоны Так Сейчас Съем Ну Поэтому Еще По Вучковскому По Карпатскому Типу Какие-то Вопросы Будут Давайте Я вам Рассказывать Или Сколько Сказал Что Уже Страх Людмич Говорили Про Подлянку 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 Что Она На мой Взгляд На мой Взгляд Она Как бы Имеет Крещивание Или Работает Как Кавказ Кавказ Как Кавказ У Нее Есть Характер Где-то Похожий На Характер Ограничение Гнезда Кавказ А Кавказ Пчел Они Кавказ Вообще Огоничивает Гнездо Может быть На ладошку Всего Нак Это Не Будет Это Оставит Где-то Но Обычно На две Ладони Расплота Останется И Останавливается На Работе Она Больше Не Несет Она Держит Гнездо Сколько Ей Надо И Больше Меда Вам Не Несет Я И Дум По Характер И генетически никаких линейных примесей у кавказианки нет. Это больше калачавский тип, который сформировался в высокогорном калачавском типе. Понимаете, сделать генетические анализы дорого. Поэтому делать на каждую популяцию много анализов. Это как бьет по карману. Да и нам незачем. А нам надо, чтобы она наносила мед, чтобы она была мирная, чтобы хорошо зимовала. Вот и самое главное. Так, теперь я вам еще расскажу о селекции, которую мы начали в последние годы. Последние два года. И ничего, ничего в жизни не стоит на месте, да? Ну и мы также смотрим, как развивается пчеловодство в мире. И интересно, как у других людей это все. А у нас как-то началось много жалоб, что наша пчела украинская уже хуже и хуже и хуже. И начали завозить иностранные. Конечно, и она там инсилицированная, и она там хорошо. В пчелу вкладываются большие деньги, и люди работают, и институты. Если сравнить и Украину, и Германию, в Германии 17 научных учреждений занимаются пчелой. И только минимум четыре это специализированных научных института, которые занимаются разными направлениями пчеловодства. Это и селекция, это и генетика, это и гигиена и так дальше. Вот. У нас тут тоже все на месте не стоит, и есть инициативные люди, которые начали ставить вопрос, а что же мы делаем в Украине? Почему у нас так, 25 лет независимости, что сделано? У нас один директор научного центра меняется на другого, и один коневод, другой рассказывает, что... Козевод? Один коневод, второй козевод. Да, и они руководители научного центра по пчеловодству. Ну вот такая ситуация. И в 2015 году, у нас в Альбуре, на кафедре Национального университета биоресурсов, институты и министерства, сами, ну как бы хотели что-то показать, наверное, нам. Что-то черпит на нас, а задачи. Собрали там своих специалистов, давайте вот рассказывать, что у нас делается с пчелами. Ну мы послушали и послушали, вот Денис был, я был там, Артем еще. И смотрим, что они, ну, просто люди сидят, занимают, как бы, должностя, а ничего нам сказать не могут. Ну ничего не могут сказать. Вот переписывают то, что было с советских времен, и нам это все надоело. Мы им там высказали все свое фе и решили создать общественную организацию, в которую войдут селекционеры, которые еще у нас остались, мотроводы практики. И мы объединили наши усилия и создали 25 марта 2016 года ассоциацию общественного объединения пчеловодов Украины. И туда вошли наши, и по украинской степовой, то что вы спрашиваете, Людмила Николаевна Григорьевна, которая заводелом селекции украинской степной. И Степан Керек, который заводелом карпатских пчел. Ну и я туда вошел, и Кулинец, вот Сюх, вот Витя сидит, ШПА. Тем от кого, как бы сказать, селекционеры, которые и занимались тем, только мы еще надеялись, что еще будет нам помогать Национальный научный центр имени Прокоповича. Ну а оттуда мы ничего не дождались. Ну мы создали объединение такое и начали работать. Первое, что мы сделали, мы познакомились с нашими коллегами в Германии. Так как многие из нас спокойно могли общаться, мы установили связи. В самом начале популярное, что было там в Германии интересное, мы посмотрели исторически, склинар у них был популярный такой, еще раньше. Мы нашли Ёбана Фукса, который занимается склинаром. Ну вот, с ним связались, списались, поехали к нему в гости. Поехали, посмотрели, как они занимаются селекцией пчел, как у них это все проходит, что такое склинар. И когда мы уже там побывали, познакомились с другими людьми. А буквально через полгода нас уже пригласили на съезд пчеловодов в Германии и селекционеров в Германии. Мы приехали сюда и встретились с доктором Медефальном, с Каспором Медефальном, который руководит институтом Нойенгорфе. И они занимаются глубокой селекцией пчел. Ну, у них есть разработан очень мощный инструментарий селекционный, который имеет рабочее название BBPU. Это программно-аппаратный комплекс, который базуется на базе студии. Это информация о матках и линиях, которые содержатся в матководах в Германии и Австрии. Работает он таким образом, что каждый селекционер, матковод в Германии и Австрии, и не только. Даже если там есть люди, которые находятся в Евросоюзе, они могут принять участие в работе этого комплекса. То есть подавать туда своих маток. Там есть требования, которые надо выдержать. И сначала тоже, как Карен рассказывал, что они потратили около пяти лет, чтобы научить людей, как правильно тестировать своих маток, как правильно описать свою семью. Потому что машина, этот комплекс, она не понимает так, как мы разговариваем. Ей не нужны цифры. Только цифры, и по цифрам можно уже дальше определять. Она уже могла сопоставлять разные там формулы. И первое, что они делали, это в начале программы были увезены такие вот булевые карты. Это уже на украинский, мы перевели. Мы все перевели. Все, что они нам дали, мы перевели на украинский язык. Чтобы можно было нашим отководам, селекционерам это все рассказывать, учить так же, как они учили своих немцев. В чем разница, что немец он пунктуальный. И он додерживается своего взятого обязательства. Если он сказал, что я в этом году подаю 10 маток, он обязательно это сделает. И он обязательно сделает формуляры на этих маток. И обязательно представителю своего клуба, секции, их там 19 сегодня ассоциаций в Германии, он сдаст улевую карту на своих маток. А этот руководитель этой группы обязательно эту улевую карту проанализирует и на второй год сдаст в Библию. И в Библию получает информацию, у кого какие матки есть и какие у них параметры. И программа уже дальше может обсчитать. Я, допустим, знаю, какая у меня матка, какие у нее параметры, какая у нее родовод, родословная. И она мне может подобрать пару для моей матки, которая будет наилучшая. Она может подобрать не пару, которая будет по гигиене лучше, которая будет по меду лучше. Ну это я так скрою, очень просто вам объясняю, потому что если долго пересекать, это мало сегодняшнего дня будет. От этого человека мы получили эту информацию. И он же нам помог, чтобы мы сразу вышли на институт, потому что мы у них в институте. Они рассказывали очень много вещей. Это доктор Тизлер, который занимается в ААТОЛОРАНС. Это доктор Бухлер, который занимается генетикой селекцией. Это сам КАР. Тут нас пригласили... Мы много вопросов задавали в институте. А, наверное, знаете что? В таком режиме трудно работать. Давайте пошли в ПАП. Мы вечером пошли в ПАП. Павел, он очень хорошо знает немецкий. И мы там долго разговаривали, как Украина должна себя вести, чтобы дальше... Что нам сделать, чтобы мы хотя бы потянулись по качеству пчел, но немецкий, к австрийским. Ну, Карл Бенефральд, он очень такой, ну как сказать, дружественно настроен к нам. И многое показал, рассказал, как они работают, с чем они работают. И когда мы шли по институту, а со мной был Керрик Степан Степанович, заводелом селекции карпатских пчел. И так меня так... Идет в ПАП, я с ним. А меня Керрик протащил, говорит, Иван Михайлович... Я говорю, что случилось? Он говорит, а я подумаю, сколько нам уроков? Сколько лет нам надо, чтобы мы к этому дошли? Я говорю, да не знаю, может десяток, наверное, всю жизнь. Понимаете? А мы когда пришли в лабораторию, у них там лаборатория, вот как это дом, и меня удивило, стоят такие мощные компрессоры, как бомбоубежище. Я думаю, что они тут делают? Фильтры огни, наборы фильтров. Это оказалась просто очистка воздуха в лаборатории. Для нас это было, конечно, многое открытие. Когда мы к лабораториям ходили, когда они нам показывали, как они отбирают пчел на вора, толерантность, как отбирают селекционные группы, как они тут Денис рассказывал, как они медят пчелок ищут, которые нюхают, которые не нюхают. Ну, там интересно. Потом еще на одной конференции мы были у них, мы нас приглашали, где рассматривалась эта вот программа SmartBiz. SmartBiz – программа, которая изучает медоносные популяции пчел в Европе. И в этом году они нас тоже подключили к этой программе. Хотя программа уже заканчивала свое существование, она должна была бы уже, проект закончить в 2018 году. 10-18 проект закончится. Стоимость проекта – 7,5 миллионов евро. Да, на изучение пчел. Просто на изучение. Это, как я вам сказал, две лаборатории генетических, генетический анализ на явных популяций пчел в Европе. Они собирают пчел. И в этом году это же мы делали. Они нас включили в этот проект, чтобы изучить пчел, которые есть в Украине. Они нам дали пробу. Вот такие баночки, сейчас я вам покажу. в которые мы должны были собрать пчел со всей Украины, промаркировать их, отправить им вот такие вот… Колбочки. Колбочки, да. Мы их собирали. 300 колбочек. Ну, на нас легло только купить 20 литров спирта. Да. И поехать собрать. Все остальное, финансирование этих генетических анализов, взял на себя эта программа «Смартпис». Они профинансировали и мы им это все запаковали, отправили. Скажите, сколько стоит один генетический анализ? Ну, это дорого стоит. А это 300. Много стоит, конечно, анализ на генетику, потому что то, что мы отправляли свою пчелу через университет Черновицкий, ну, там, мы немного отправляли, отправляли всей карпатской популяции, карнику, которую мы им передали. Виктор, я передавал свою карнику, которая у нас есть, чтобы определить, действительно ли карпатка есть порода карники. Потому что у нас же разные тут… Возьмешь публикации, вот лежу карпатчка, порода бджел… Да нет такой карпатской породы бджел, есть карпатская это популяция, большой породы карнику. Отступление сделаю. Почему нам интересовала, что же у нас за популяция… или это породы, или это отдельная порода. Если это отдельная порода, тогда… Это немцы нам так же подсказали. Вы сделаете анализи. Если это отдельная порода, тогда вы замыкаетесь в своей породе и начинаем работать с вами в породном диапазоне. Но если это кардика, незачем замыкаться, тогда вы можете получить селекционный материал, сделать кроссы на свои местные линии и работать. То есть мы 20 лет получаем форы, которые уже отработаны. Но без местных аборигенных чистопородных чул это невозможно сделать. Поэтому нам пришлось делать эти анализы. Понимаете, да? И на сегодняшний день очень важно, чтобы в Карпатах, ну и если у вас есть такие местные популяции, чтобы они были сохранены. Потому что именно кроссы на местную популяцию, на местную чистопородную пчелу обеспечат хороший гетерозис и хорошее дальше обживание пчел на данной территории. Так вот эта программа СМАК-БИС, вот они уже тут, у меня нет, это уже они все исследовали. Есть еще несколько тут стран, где они исследовали. Ну и когда мы появились у них, они очень обрадовались, что в Украине можно будет тоже сделать генетические пробы, исследования, чтобы знать, что же делается вообще в Европе. Они считают, что мы уже в Европе. Нам приятно, что они так считают, конечно. А кому не приятно? Дальше наш, когда мы начали с ним работать, ну тогда уже появляется, кстати, дружественная связь. Вот мы к вам приехали вчера, мы бывали на пасеках, у нас же как бы установились какие-то взаимные симпатии, дружеские отношения. Ну и Иоанн Супер говорит, ну вы поедете ко мне на облетник, конечно приедем. Ну, один из известных облетников, пунктов спаривания маток в Хешгурде и там не побывать, ну и поехали к нему. Это вот мистер Абина, ну он так себя прозывает, мистер Абина. У него мы на пасеке смотрели, как он работает. Он работает с женой и помощником мает в сезон. Это известный дом Игридро-Склинара, который там жил. Они его берегут, бережно очень относятся. Вот, и тут же этот облетник с маклеусами, 1200 манкомест у него и 600 мест РВК. Знаете, что РВК и Иоанн рассказывают. Значит, для того, чтобы получить хороший материал, надо, чтобы матка облетелась на хорошем трутовом фоне. Хороший трутовый фон надо создать где-то. Просто на пасеке его создать невозможно. Будут разные миксы. Исфекционную работу надо проводить, когда у тебя известный есть трутинг. Это или инструментально мы берем сперму трутинг, или делаются облетники. Изолированные места, где находятся пчелы, семьи, сестринские семьи от одной матери, которая проверенная уже несколько лет. Она дает дочек. От этих дочек мы получаем чистопородного трутня с ее характеристиками. И вот такие места создаются. В Германии их много. И они есть на островах, есть в горах, есть... Это земельный облетник. Он защищен государством. В радиусе 20 километров туда нельзя завозить пчел. Они используют только пчелы от Йохана Фукса. Это известная линия склинарных. Ну вот, мы у них были такие стойки. Эти нюклеусы. Вот, видите, он трехрамочный нюклеус на одном арке. Это у них в павильоне. Это термостаты. Все там идет, по минуту на все рассчитано. Когда приливки, когда отборы. Ну, масса маток производится. И на этот облетник, это 1200 семестр, вот в таких нюклеусах там стоят, да? А еще стоят, если не помню тут, есть или нет. Нет, это уже дальше. Сейчас возьмемся обратно. Есть еще такие маленькие кожуха, стандартные, ЭВК, куда пчеловоды присылают своих маток. Вы вывели у себя маток, поселили их в этот маленький нюклеус однорамочный. И этот нюклеус с почтой Германии, вообще Евросоюза. Можно прийти на почту, это отправить. Они это доставят за 24 часа. Ну, 24 часа к ним приезжают. Ну, плюс, они там графики есть, когда можно отправить, когда они принимают. И вы их там доставляете, и ваша матка будет облетана у него на его облет. В этом году там стояли, когда мы у них были, стоял 47H47, а в этом году у них стоял 47А1. Новая линия. И на них облетывались, ну, облетывались свою кардингу. Кто, кто, что хотел. Не обязательно Фукс своих облетывал. 47-ю линию, они ее поддерживают. У них и 47H47, и G10, и 9-28, и 9-28, и 9-26. А это все гиналлогические линии от одной кардата, до одной родоначальницы. Вот. Ну, это по сквинару. В сквинару у нас есть все типы, все линии, которые есть в Германии, у нас есть в Украине. И 47-й, и 9-26, и 19-40, вот. Ну, то есть, все, что вы найдете в интернете по сквинару, все у нас есть. Оно у нас есть не для репродукции. Мы их держим для того, чтобы иметь материал, чистофородный материал для хросов. И мы содержим, поддерживаем каждый год, привозим материал, чтобы он у нас был, как банк данных для работы. Следующее, куда мы поехали, очень интересная линейная группа. Семейная патика к Зингеру. Значит, там династия. Это высокая гора, высоководная олимпийская кардика. Ну, мы туда приехали сфотографироваться. Первый год мы приехали и сфотографировались просто. Потому что никого на месте не было. Все были на патика. В офисе никого не было. Но мы с ними связались, работаем с правом Зингер. Она очень интересная женщина. У них тоже все время не хватает людей, помогает на пасеках. Я ей говорил, что если надо будет, мы к вам едем. Но она посмеялась и сказала нам, что еще несколько рук в сезон нам бы очень надо было. У них очень трудно купить материал Зингер. У них очередь. И они в первую очередь, они такие вот, будем говорить, националисты. Они сначала продают своим. И только потом могут продать еще куда-то на сторону. Но за два года совместно с ними такое вот знакомство. Мы получили от них 187-ю, 192-ю. И получили от них также знакомство с русским партнером Яном Краутером. Который занимается его ученик Туралом. Работал с самим Зингером много лет. И вот у них как-то так вот хорошие такие династийные даже дружественные встречи и отношения. И Турал уже старенький, ему уже за 80, Алян Краутер, ему 72-75, старше. Он моложе, да, Краутер. Самый молодой селекционер это Йован Фукс. Он у Сейса, да? А? И Мусевик. Нет, вот он на фотографии со мной. Ну мне 60. Но я тоже не самый молодой селекционер. И мы работаем с Яном Краутером по линии Зингер. Линия Зингер очень интересная чем? Она высокогорная. Она очень похожа на нашу Карпатку. Она действительно похожа. Только она носит мед. И она очень стабильная. Она с поколения в поколение стабильна. Не бывает такое, что она там прострелы какие-то, как у нас бывают в Карпатских пчелах. Она стабильно работает. Мы первой линии от них получили 639-ю. От Краутера. Не, от Урау мы еще взяли где-то несколько лет назад. 639-ю. Поставили у себя, испытали 2 года, как она работает. И потом 622-ю. Так 622-я известна во всей Европе. Так случилось, что из группы тестовых семей, которых было 14 маток, Одна из них попала к нам. 622-я. И она получила Кюрин класса А. То есть высший уровень сертификации, качество матки. 622-я. Она уже у меня старенькая, ей уже 4 года. Но если можно было бы ее дом престарелых, я бы ее и создал. Ну не знаю, доживет до весны, это хорошо не доживет. Если бы от нее дочки уже есть, им бредные кроссы сделаны. Но насколько они сохранят то же, что было у 622-й, трудно сказать. Потому что... Это инструментальное осеменение, в моем понимании, да? Хотя мы его делаем, но это необходимо сделать. Это изнасилование. Поэтому какое может быть изнасилование? Ну какое получится. Бывает, что очень качественно. А бывает, что не очень качественно. Бывает, что меланоз. Бывает, что она месяц не может разродиться, потому что у нее инфекция. И инфекция бывает разная при инструментальном осеменении. Можно просто капилляром лгалищик повредить. Можно... Разные есть причины. Кто занимается инструменталкой, это вы, наверное, знаете. И поэтому инструментальное осеменение... Если кто-то считает, что я купил инструментальную матку, это что-то очень хорошее, я считаю, что это не так. Ну это я так считаю. Натурально, это натурально. Полюбив. И эти матки есть у нас. Есть 622-я, 639-я, 187-я, 192-я. Мы также их держим в группы. Также с ними делаем эксперименты и кроссы. Сейчас я... Это институт майнинг. Известный майнингский институт, который занимается пчеловодством. Мы в майнинг были приглашены на конференцию Вараа Толеранс, где собирались и ученые, и практики матководы, которые занимаются отдельной группой Вараа Толеранс. То есть, у немцев это очень популярная селекционная группа, которая занимается изучением и выведением пчел, которые будут стойкие к Вараау. У них уже есть семьи. Они не хотели, правда, поделиться материалом. Есть семьи, которые у них уже по 4 года не обрабатывают от вещах. Они слабенькие. Они пока еще не готовы, то, что я видел. Может, где-то что-то есть лучше. Они слабенькие, но они живут уже четвертый год и ничем их не обрабатывают. Ну, я Пленденфалиту сказал, когда мы собирали образцы украинской болезской пчелы у нас на севере, там, на Болыни, там тоже есть пчелы, которые по 5 лет живут в дублах, и никто их ничем не обрабатывает. Он говорит, привезите материал. Я позвонил у Васи, который собирал там на болезье пчел. Он говорит, не-не, Михайлович, я теперь не по лизу. Они кусючие очень. Там невозможно ее взять. С прудом взяли весной, чтобы анализ и генетику сделали. Не-не, я не по лизу. А они еще в горте, где-то, где-то там, в колодах на деревьях. Так что у нас тоже есть такая пчела, которая не обрабатывается. Ну, в смысле. Так вот, это вот собрание. Хозяин, да. Ну, арат, альранс, майни. Ну, и, должен я Вам сказать, там интересно, проходят эти собрания. Это каждый руководитель секции. Там есть секции по землям, которые занимаются воранок и элранс. И каждый пчеловод, знаете, сдает ему, руководителю, сдает эти карточки. И он готовит общую информацию. И потом они каждый год отчитываются. Один перед другим. Что сделано, что испытано, как испытано, что она себя показала. А арбитрами у них выступают эти трое людей. Вот, Тизлот, который, ну, последние, наверное, 40 лет занимается воранок и элранс. Бухлет, который в институте. И Бенефель, который курирует вообще все их пчеловодство от Германии. И они присутствуют, они подсказывают, они... Ну, и у них есть облетники. Так же, где собираются пчелы воранок и элранс, которые им институт обеспечивают. То есть, у них очень хорошее сотрудничество между научными институтами, да, и пчеловодами практиками. Поэтому, наверное, у них и хороший получился результат. Значит, что сделали мы? Вот мы поездили, посмотрели. Конечно, когда у тебя есть много информации, у тебя есть возможность что-то с чем-то сравнивать. Мы тогда решили, что мы делаем. Мы начали искать оригинальные чистопородные линии карпатских пчел. Хочу вам сказать, что я у себя в лаборатории проверил около, ну, может, 300 маток. Карпат, Скорпат, Мукачевские, Свалява. Ну, вот, всем от кого-то, которые продают маток, я у них покупал маток. Два года покупал маток. Брал от них пчел и мерил. И ничего не нашел. Ничего карпатского. Карпатского не было. Были миксы, 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 помесь, помесь, гибрид, 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 гибрид. И только когда уже мы начали работать с Керриком и с Папом, мы нашли линии пчел, которые соответствовали и породе карпатской пчелы. Так породы это или нет? Породные мы нашли, да. Ну, как карминка, да. Карминка, только наша популяция, я уже объяснил. Я просто механически могу сказать, что это порода, да. Значит, мы нашли чистопородную карпатскую пчелу. И получили от нее группы дочек. Получили от них группы дочек. А уже у нас два года, как были немецкие и австрийские матки, от которых мы тоже получили группы дочек. И вот мы сделали в 2016 году первые проски. Это 88622, то, что я вам рассказывал. Тураловская марка, коронованная 2010 года. Мы ее скрестили Зингером Туралову. Потом 639-й, который мы проверяли, также скрестили Зингером Туралову, высокогорной альпийской карминкой. Получили идеальную чистопородную карнику от Хефдергера. Не знаю, почему она так называется, но и название идет. Ну и очень много нам прислал карт Пернат. Пернат и мы с этой манкой 643-й мы начали работать. Это все манки, которые получили признание, сертификат, кюринг. С ними мы начали работать, от этих мы получили кроссы. Облетелись их у папа. Облетели у меня на пасеке. И мы увидели, что вот эти вот межлинейные, межукраинские, немецкие, украинские, австрийские кроссы показали 28-35% больше медопродуктивности, чем оригинальные марки. Это нас натолкнуло на мысль, что надо и работать дальше в этом направлении. Это вот кроссы, фото, кроссов, которые мы получили. Ну, в этом году мы уже по Карпатам начали испытывать первый горный облетник, куда пап дал своих отцовских семей. Мы с Виктором туда передали достаточно своих. Свой материал я передавал Карпатскую подолянку и передавал те немецкие кроссы, которые у нас прошли испытания уже два года у нас на нашей территории и показали лучшее. Ну, что будет на следующий год? Ну, может, мы встретимся, мы вам тоже расскажем, как эти кроссы отработали. А может, что-то и передадим к вам, если будут желающие принять участие вот в тестовом режиме таком, изучении на вашей территории, как они будут работать, вот эти межлинейные кроссы, из которых можно будет получить потом линии. Пожалуйста, подходите. Я буду рассказывать, как это делается, как это проверяется. У нас для этого в Украине мы сделали такую книжечку-методичку. Тут написано инструкция, как правильно заполнять формуляры, как правильно оценивать те или иные характеристики в чел. Ну, сразу вам скажу, надо два года работать с группой. Допустим, если даже мы поговорим со с кем-то из вас, ну, Григорий, наверное, точно будет работать. Чтобы вам это интересно, мы передаем 8 маток в группе. Значит, самая хорошая и самая плохая, мы ее не берем во внимание. Мы единственное просим, чтобы вы их не размножали, потому что неизученный материал. Оно может быть очень хорошее, а может совсем плохое быть. Поэтому лучше сначала у себя на пасеке вот эти вот группы тестировать, посмотреть два года, как она работает. Самую лучшую и самую худшую. Ну, самую худшую можно сразу задавить, она не нужна будет. А самую лучшую мы берем, делаем морфологию, проверяем ее генетику. Если она сохраняет те параметры, которые она и должна иметь, морфологические, и если она по качеству подходит, на вашем медосборе, тогда мы ее определяем, коронуем, делаем ее к родоначальнице линии, и дальше вы от нее можете уже делать маток. Ну, это как вы договоритесь с платководом, с лекционером. Например, Витя просил, хочет, чтобы ему возвращали маток. Ну, которые... Ну, а он готов делиться, не вопрос. Потому что нам надо, на 100 маток не надо. Но мы сами, нас там немного, нас 50 человек в объединении, половина из них только могут заниматься селекцией, а остальные матководы, просто матководы, которые от нас берут материал, размножают и тестируют, тестируют, тестируют. Ну, уже раз мы к вам приехали, то я думаю, что среди вас тоже будут люди, которые заинтересованы тестировать, вот эти вот наши новые линии, безлинейные популяции, которые мы делаем, безлинейные мембриты. Ну, что еще? В 16-м году были испытаны, вот такие вот, получили хорошие результаты. Это Вучковская, Эннезинберг-622, Подолянка на Эннезинберг-639, Белка. Кстати, о Белке отдельно расскажу. На Подолянку. Синевир на Бернеровскую и Синевир на Краутеровскую 664-я. 664-я Краутеровская, это тоже матка, которая коронованная и имеет высокий пюринг. Значит, теперь по Белке. С Белкой я начал работать 5 лет назад. Это мой друг в Польше, селекционер Лешик Белецкий, который занимается селекцией по руководству Кольского биотехнологического центра. Лешик занимается, у него где-то 300 семей пасеков, он занимается медом, но еще и занимается селекцией в плане подбора лучших кроссов. Поляки вообще сейчас занимаются немножко за свою пчелу, они уже забыли. есть у них там местные из нескольких популяций, есть государство поддерживает их, они имеют басеки генетического фонда своего, но в основном они используют европейскую пчелу для кроссования. Вот то, что мы делаем, тоже делают поляки. Они отбирают уже отселекционированный материал, берут свой материал, который тоже отселекционирован, и делают кроссы. Эти кроссы закрепляются 2, 3, 4 года. И у них государство ведет отдельный реестр мата, который чистопородный для репродукции, и мата, который кросс, крыженковый, который используется для изучения и также для репродукции, но уже кроссов. И белка одинокая одна из мата, которая занимает последние 4 года лидирующие положения в качественных листах по всем бородам, и линиям, которые есть в Польше. Она хорошо несет днем, она стабильно передает свои характеристики, она очень красивая, белая у нее печатка, но на старых сатах у нее есть просадки. Она не чисто опуглая, как наша Карпатка, как белоснежная. Она имеет такие мокрые еще придавленные крышечки. Это говорит о том, что там в каком-то поколении была прилита кавказянка. Почему они прилили кавказянку? Потому что им надо было получить пчелу, которая будет работать на слабую взятку. И они это получили. Она работает и на слабых, и на мощных. Она у меня в этом году принесла 112 кг на стационаре, никто никуда не возил в наших условиях в Западную Украину. У нас, оказывается, нету, как у вас. Понимаете? Поэтому я ее использую. Я ее использую в своих носах. Ну и я доволен. И она у нас в Украине уже в многих регионах ее испытывают. И ребята тоже довольны, что она хорошо работает. Она работает весь сезон. Она не то, что отработала весной и все. И дальше на паде она умерла. Такого не бывает. Она работает в мае, в июне, в июле и на поздних. У нас есть золотарник. Она на поздних работает так же, как работает на раннем. Ну вот этим она только интересная это была. Ну про пандалянку я вам уже рассказал. Повторяться не буду. Это фото пандалянки. Ну и вот что будет в восемнадцатом году. Что у меня по плану на восемнадцатый год взросы с какими немецкими и австрийскими линиями. Потому что немцы свою пчелу потеряли. Меллифару, Меллифару, Черную они потеряли лет шестьдесят назад. И уже после войны они начали обращать внимание на австрийских пчел. Которые более хладные, мирные, спокойные, медоносные. И альбийская высокогорная картика начала завоевывать свое признание Германии. И селекция пошла. И тройцы селекционировались, и пешицы. Ну и скиминар получил признание. Фуксовство. Так что на следующий год у меня от Карла Пернера в этом году мы получили двенадцать кроссов, да? Инструментальных ну и кроме линейных еще кроссов. То есть мы будем испытывать кроссы от Пернера, от Краутера, вот эти материнки, которые прописаны хоть там. Очень интересный человек прислал нам тройцик десять семьдесят пять. Вот десять семьдесят пять тройцик это тот же ручковский тип только носит мед. Да. Тот же высокогорная альбийская кармика только она работает еще и по меду. Седьмой, третий это бывший Букоши, который по сути немцы его селекционировали. Леша Кобелецкого тоже будем использовать. Ингрид Шмарец кстати, вот интересно тоже и селекционер австрийский и женщина маленькая такая интересная все время собачкой ходит. Она занимается селекцией маток ее штамм это штамм иммега как она влюблена своих маток и в Германии и в Австрии. Значит в прошлом году она попала вторым номером бестерлистов. Признали ее по качеству ее маток и по качеству и по количеству меда по медопродуктивности иммега была вторая от Харальда Мозера почему Мозера потому что это высокогорная кармия понимаете штаб отдохтер а семинар пришли все побегли нет ничего нормально интересна тем что генетически хорошо объединяется с нашей карпатской пчелой поэтому с ней с Мозером у нас уже третий год хорошее отношение он присылает каждый год 2-4 матки для работы селекции и с ним мы будем также делать просы эрик спецбергер 116 группа интересный это он вообще полицейский а спецбергер а селекция у него хобби и когда мы от него первый раз получили маток думаю да какие матки от мента когда мы сделали проверку они показали как они работают где-то ауры были с медом мы поняли что надо любителей искать а не специалистов хороший ментек в этом он макок не продавал мы связывались с анвалидом и оттуда выдевали моих тех мы говорим да не работает только мы хотели новую икру преступность высокая ну а с вуксом у нас постоянные хорошие отношения и то что у него новое появляется оно как новое это линия это линия это линия 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 да и только в этих линиях уже появляются новые родоначальницы что-то уходит что-то дворкалывается но линия и вот опять же они будут они есть ну и Хеннингера это тоже один из друга спецбергера это два друга которые моют разные линии ну вот и наши то что на следующий год это Василия Антоновича он мне передавал 20 матер группы из этой группы определилась 227 которая 8 мот собирает хорошо ранее весна у нее все будем работать 4 и 8 Майя Керека это Гаверло от папы Синевир 8 мы на ней определились сады 8 и будем работать над чистопородами ну и моя подолянка 21 это уже дочки подолянки 15 из 14 года 20 только все 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 нет вопросов Как говорит Геннадий Брониславич, если нет вопросов, это два. Или люди все поняли, или ничего не поняли. Субтитры сделал DimaTorzok